В российских регионах фиксируют рост заболеваемости гриппом. Врачи предупреждают, этот вирус грозит серьезными осложнениями. В Ростовской области три человека скончались от пневмонии. Кто в зоне риска и как избежать опасности, об этом в репортаже Юлии Чумаковой. Эту девочку после трех дней домашнего лечения прямиком отправили в реанимацию. Врачи говорят, все могло быть иначе, если бы родители привезли ребенка в первые сутки. Они пытались лечить самостоятельно. По симптомам похоже, что у нее грипп какой, покажут лабораторные исследования. В Ростовской области тяжелой формой гриппа сейчас болеют более 80 человек. Вирус H1N1 сегодня официально подтвержден у 50 из них. Ранее трое уже скончались от пневмонии, вызванной этим вирусом. Все, что мы имеем, к сожалению, негативное, сегодня связано с поздним обращением пациента за медицинской помощью. Даже на вторые сутки мы уже видим изменения в легких, а третьи, четвертые сутки уже это пневмония цветущая. А если обращаются на пятые, шестые, то уже вообще иногда процесс не обратим. Как потом оказалось, никто из погибших не был привит от гриппа. Хотя вакцина, заверяют в Роспотребнадзоре, как раз помогает с ним бороться. Те, кто получил этой осенью прививку, переносят H1N1 как легкую простуду. Наши исследования показывают полное совпадение штамма вакцинного и штамма циркулирующего. Мы можем сказать о том, что вакцина полностью защищает в этом сезоне от циркулирующих вирусов гриппа. В группе особого риска дети, беременные женщины и пенсионеры. Эти ребята, попавшие в инфекционное отделение сразу после праздников, на каникулах, посещали спектакли и новогодние представления. Что было после, 10-летний Максим почти не помнит. Очень тяжело, прийду был, не помню вообще, как спал, как вставал. Если при ряде инфекционных заболеваний состояние может ухудшаться в течение нескольких дней, то при гриппе состояние ухудшается в течение нескольких часов. Высокая температура, прям совсем до 40, а держится около 3 дней. Специалисты уверены, что этот вирус пришел к нам с Украины, где сейчас распространяются самые опасные виды гриппа. Ростовская область, как приграничная территория, оказалась на его пути первой. Вирус уже и в Краснодарском крае, и в Адыгее заболевшие есть в Великом Новгороде, Липецке, Татарстане и Ханты-Мансейске. В Республике Дагестан вели карантин во всех больницах и создали штаб по борьбе с распространением гриппа. Тем не менее, пятеро умерли от пневмонии у 59 пациентов. Выявили все тот же H1N1. Ежедневно на штабе мы заслушиваем информацию, определяем оперативные меры по недопущению распространения гриппа. И, конечно, практически ежедневно 2-3 случая подтверждения имеют место. Марат Ибрагимов лежит в Саратовской больнице уже полмесяца и только сейчас пошел на поправку. Впрочем, несмотря на разгулявшийся грипп, российские медики держат ситуацию под контролем и дают несколько простых советов, чтобы не заболеть. Ну, во-первых, по возможности избегать людных мест. Во-вторых, чаще обычного мыть руки, ну или хотя бы протирать их влажной салфеткой. И желательно в такой период носить медицинскую маску даже на улице, хотя в России это до сих пор как-то не принято.